Здравствуйте, рады мои! Да, мне рады, тоже здравствуйте! Вот у меня тут один зомбированный верующий чемодан уже два раза называл меня мракобесом. Два раза уже. Да я так сижу и думаю, может, действительно, я со стороны выгляжу мракобесом? Что такое бесовское и темное впихиваю людям? Может, действительно, зря я чистого, милосердного, разумного, светлого Бога называю жлом, тварью. Да погодите, ведь сказано же, погибнет все, конец света будет сто процентов. Этот Бог нам говорит, погибнут все и все. на этой себе, матушке, и земля погибнет, родная. И не сразу, в одну секунду, а долгие годы будут мучиться люди, будут людьми издеваться. Кто? Ну, этот светлый, чистый, благородный, добрый, милосердный. А спасутся только кто? Да, сто сорок четыре существа, которые не трогали женщин. Ну, написано, что это мужчина. Ну, понятно, что, радумые, не женщины. А мужчины ли, радумые? Ну, давайте подумаем. Если есть женщина, то мужчина, как бы сказать, не сможет удержаться, чтобы ее не потрогать. Подумайте. Да кто эти существа, которые спасутся? Это одно из трех радумые. Или гомосеки. Или анонисты какие-то там. А возможно, и гермафродиты радумые, которые сам себя, а потом родит. Сто сорок четыре тысячи. Остальные люди, а люди радумые, как и все живые существа, делятся на мужской и женской половинок. Другие верующие верят в науку. Наука же создана людьми и для людей, так они думают. Нет, радумые, а это же тварью, радумые, создана наука. Все технологии, вся эволюция, это же тварью и дамы преподносится, радумые, иноземным. И что наука нам говорит? А наука, она так и говорит, что вся земля будет уничтожена скоро. Почему? Да тут дышать нечем будет, тут жить нечем будет. Все это так, как говорится. И что же наука нам предлагает? А только предлагает одно. Сесть в какие-то космические корабли, подумайте, и улететь, радумые, на другие земли, где не ступала нога твари. И радумые, и дам начинать гадость. Да кто улетит-то, радумые? Да те же самые, радумые, 144 тысячи. Понимаете? Одно и то же, радумые. Да кто макробест? Кто тварь-то, и кто тема-то? Кого вы называете светлым, чистым, милосердным? Зло. Зло, которое пришло уничтожить нас с вами. Пустоисловие, радумые. Эта тварь нам, радумые, внушает, что, но, она создала этот мир. Создала нас с вами и все остальное. Радумые, эта тварь трудсливая и боязливая. Тварь ничего не создавала. Действует тайно и скрытно. Прочитайте внимательно Библию. Допустим, один мой там подписчик давно заметил, написал мне, что, странно, говорит, свет, будет свет, написан Библию, до солнца. Понимаете? Я же вам намекал уже давно, и был вечер, и было утро, день один. Это ночь, с вечера до утра. И еще, Радумые, как мне тут один тоже зомби написал, комментарий такой, Бог создал небо и землю, а кто создал тебя? Мне так написал. Так вот, Радумые, там же написано, русским языком читать, вначале Бог создал небо и землю, а на второй день, весь день, вернее, с вечера до утра, ночь, Он создавал небо, дверь, небеса. А потом, вечерком, с вечера до утра, значит, был вечер, был утро, создал землю. Сушу назвал землей. Понимаете? Это что получается? Вначале Бог создал небо и землю, потом небо, а потом еще раз землю. Некоторые там блогеры там объясняют это все. Вначале там написано, что создал человека, а потом опять создал Адама. Понимаете? Они мыслили как, два Адама. Понимаете? Две земли, два неба, два Адама, свет раньше солнца, все остальное. Радумые путаются специально. Читайте внимательно. Вот только один я вам прочитаю. А я уже там ссылочку оставлю в описании. как надо правильно читать. Поэтому нужно просто уничтожить зло и быть такими же, как мы раньше были, светлыми и свободными. Все. Ставьте нравлики, не нравлики, пишите отзывы. До свидания, родные.